На нашем канале мы собрали огромную коллекцию материала, касающегося тепловизионных приборов. У нас были отдельные ролики про карманные тепловизоры, тепловизионные насадки, тепловизионные коллиматорные прицелы, тепловизоры для обеспечения пожарной безопасности, ролики о правильном выборе тепловизора, тепловизионных мифах и даже ролик о проблемах, с которыми может столкнуться владелец тепловизора. Но тема еще не исчерпана. И в нашем новом ролике мы поговорим о таком классе приборов, как тепловизионные бинокли. Благодаря этому видео вы узнаете, для чего нужны тепловизионные бинокли, чем они отличаются от других наблюдательных приборов, в каких сферах деятельности применение биноклей наиболее востребовано и, конечно же, познакомитесь с некоторыми популярными моделями тепловизоров бинокулярного типа. Начнем с самого главного. Чем тепловизионный бинокль отличается от тепловизионного монокуляра? Ответ очевиден, и это касается не только тепловизионных приборов. У биноклей два окуляра. Это необходимо для наблюдения за целью двумя глазами одновременно. Кстати, существуют приборы псевдобинокулярного типа, когда окуляра два, а объектив один. Вне зависимости от количества объективов, такие приборы относятся к биноклям. Или очкам, если у них предусмотрено крепление на шлем или каску. Большинство современных тепловизионных биноклей имеют всего один объектив. Так как изображение все равно выводится на дисплей прибора, а линзы объективов у тепловизоров стоят очень дорого, производители чаще всего делают приборы псевдобинокулярного типа. Тепловизионные бинокли с успехом используются на охоте, в армии, при выполнении специальных заданий. Но наиболее популярное применение – охранная деятельность и патрулирование. Чаще всего бинокли имеют мощную электронную начинку, способны обнаружить цель на больших дистанциях, обеспечивают пользователя отличными показателями частоты обновления кадров и широким углом поля зрения. Все это делает их идеальными помощниками при наблюдении за территорией. Некоторые модели биноклей имеют возможность установки на штатив, что также отлично сказывается на удобстве применения в охранной деятельности. Посудите сами. Пользователю не обязательно удерживать в руках прибор, который в зависимости от модели может весить и под 2 кг. Достаточно установить его на штатив с поворотной головкой и тем самым обеспечить себя стационарным прибором, который поможет вести наблюдение за территорией внушительной площади. Бинокли очень востребованы в охранной деятельности. Более популярными тепловизорами для охраны можно назвать разве что наружные и внутренние камеры наблюдения с выводом изображения на экран монитора. Такие приборы могут оснащаться датчиками движения, уведомлять о выявлении тепловых сигнатур в области наблюдения и иметь большое количество других крайне полезных функций. Однако об этих приборах мы поговорим в отдельном ролике. А сейчас давайте вернемся к тепловизионным биноклям. Мы уже выяснили, что наиболее популярная область применения биноклей – это охранная деятельность. Тем не менее, приборы данного типа активно используются на охоте, при поиске пропавших людей, в пограничном контроле, в разведке и при выполнении специальных заданий различного рода. Давайте рассмотрим несколько популярных моделей тепловизионных биноклей. Начнем с новых приборов от компании Пульсар – биноклей Акалейт, которые являются первым опытом создания производителем приборов этого класса. Несмотря на это, новинка получилась крайне интересной, так как специалисты компании имеют огромный запас опыта в создании качественных тепловизионных монокуляров и прицелов. Новые бинокли собрали в себе лучшие качества популярных приборов компании, а также получили совершенно новые функции и особенности. Все бинокли серии работают на базе матрицы с разрешением 640 на 480 пикселей. Компания сравнительно недавно начала использовать 640-е матрицы в своих приборах. Это долгожданное событие очень обрадовало поклонников продукции Пульсар, так как теперь качество изображения их тепловизоров стало на порядок выше. Бинокли Пульсар Акалейт предназначены для наблюдения за тепловыми целями на дистанции до 1800 метров. Отличаются высокими показателями оптического и цифрового увеличения, не боятся суровых погодных условий и сильных нагрузок. Также их особенностью является наличие большого количества встроенных цифровых функций, сменные цифровые палитры, режим картинка в картинке, встроенный видеорекордер, стадиометрический дальномер и многое другое. В ассортименте производителя также имеется обновленная модель бинокля, которая отличается от своих предшественников наличием лазерного дальномера. Следующие бинокли, которые мы решили включить в наш ролик, это целая серия от компании Фортуна. У российского производителя широчайший ассортимент тепловизионных приборов, часть которых составляют очки и бинокли. Не важно, какая задача стоит перед пользователем. У производителя найдется бинокулярный прибор для любых целей. Это обеспечивается широким выбором объективов, а также матрицами различного разрешения. Старшая модель в серии – Фортуна General Binoculars 100S6. Настоящий монстр со 100-мм объективом и матрицей с разрешением 640х480 пикселей. Такое сочетание характеристик позволяет обнаружить тепловую цель на расстояние свыше 2 км. Убедиться в мощности данного тепловизора могли гости недавно прошедшей выставки «Армия-2018». Прибор в максимальной комплектации был установлен на штативе посреди стенда компании. Любой желающий мог не только оценить оптико-электронные характеристики бинокля, но и простоту его использования, эргономичность и строгий дизайн. Помимо других преимуществ, бинокли Фортуна имеют возможность подключения беспроводного лазерного дальномера Фортуна LRF, который безошибочно рассчитает расстояние до наблюдаемого объекта. Еще один бинокль – творение американской компании ATN. Дальнейшее развитие биноклей класса «День-Ночь». Новые тепловизионные бинокли Bino X-THD обеспечивают пользователя изображением высокого качества даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Однако главное достоинство данного тепловизора – его электроника. По сути, это наблюдательный компьютер с мощным ядром Obsidian, которое позволяет ему производить огромное количество операций с невероятной скоростью без потери качества изображения. Бинокль может писать видео в Full HD, имеет оптическое увеличение 4,5 крата, а также 18-кратный цифровой зум. Помимо этого, в приборе предусмотрена функция стабилизации изображения – электронный барометр, компас, гироскоп, датчик GPS, высотомер, модули Wi-Fi и Bluetooth. Он может синхронизироваться с мобильными устройствами для управления или передачи изображения. При этом прибор надежно защищен практически от любых внешних воздействий, включая неблагоприятную погоду и серьезные ударные нагрузки. Все вышеперечисленное позволяет с комфортом вести наблюдение на дистанции до 1500 метров. Именно на таком расстоянии бинокль от ATN без проблем обнаружит транспортное средство. Все это – далеко не полный список современных тепловизионных биноклей, которые с успехом можно использовать на охоте, в охранной деятельности и при выполнении специальных заданий. Не менее интересные бинокли выпускают такие компании, как Guide, Sun Creative, Atlas, DEDAL, Electrooptic, FLIR и многие другие. Однако об этих приборах мы поговорим в отдельном ролике. На этом все. Если ролик был интересным, обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на наш канал, чтобы в будущем не пропустить новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok